300 тысяч рублей начинающему предпринимателю в области продолжает действовать программа поддержки малого и среднего бизнеса. В ближайшие дни конкурсная комиссия рассмотрит очередные проекты, а бизнесмены пока получают дополнительную информацию на спецсеминаре. 20 лет Ольга Георгиева проработала на трикотажном комбинате, начинала приемщицей, потом выучилась на технолога и попала в цех машинной вышивки. Там поняла, именно эта работа привлекает ее больше всего. А вот идею организовать собственный бизнес Ольге подсказал супруг. Идея была, что этот вид деятельности у нас в Курске не развит, а на рынке выживает, занимается такими интересными, то есть надо предлагать что-то эксклюзивное, тогда ты выживешь на рынке. Хорошим подспорьем на начальном этапе стала государственная поддержка. Ольга узнала о городском бизнес-инкубаторе, где начинающим предпринимателям предоставляют льготные условия аренды помещений. Позже супруги обратились за субсидией на развитие своего небольшого производства. Собрали необходимые документы, выиграли конкурс и получили финансовую помощь. Я тоже показала свои затраты, и мне 300 тысяч субсидий от государства очень пришлось кстати, потому что я, естественно, я их вернула и тут же в производство и потратила, скажем так. Конечно, эта сумма такая для начала, приличная, и она дает какую-то опору и уверенность в дальнейшей работе. Документы на получение субсидий в 300 тысяч рублей подала и Александра Вебер. Ее небольшое предприятие – бассейн для самых маленьких. Существует только пять месяцев. Господдержка поможет развитию. Проходит по стране очень много интересных семинаров, обучающих, куда с удовольствием можно отправлять тренеров. Это нужно, это важно, это полезно. Есть чисто технические бытовые проблемы, которые тоже нужно решать. Подготовка к зиме, где-то какой-то ремонт. Всегда у каждого предпринимателя есть вопросы, для решения которых 300 тысяч – это прекрасная сумма. На ближайшем заседании конкурсной комиссии рассмотрят 20 проектов, а пока для всех претендентов – обучающий семинар. Это как курсы повышения квалификации. Здесь рассказывают о нововведениях в законодательстве и обязательствах каждого бизнесмена. Основная цель таких семинаров – повысить эффективность государственных вложений в развитие предпринимательства, а еще подготовить бизнесменов к общению с комиссией. Предприниматель, получивший деньги, берет на себя ряд социальных обязательств. Это и оплата налогов, это и создание рабочих мест, соблюдение трудового законодательства налогового и так далее. Также в процессе семинаров они получают информацию о существующих видах поддержки малого бизнеса. За подробной информацией о субсидиях и льготах курские предприниматели могут обратиться в областной центр поддержки малого и среднего предпринимательства по адресу улица Горького, 65 или по телефону 70 33 77. Юлия Абрамова, Антон Латышев, телеканал СЕИМ.